Доброе утро, ребята! Доброе утро! Приветствую вас сегодня в четверг. Давайте сразу на российский рынок и смотрим за тем, что происходит с рублем. Открылась российская валюта несколько минут назад. Мы видим, что текущая актуальная котировка 52,20-52,30. В принципе, если уже отследить текущую тенденцию, можно сказать, что рубль слегка ослабеет против конкурентов и связано это с соответствующей коллекционной динамикой черного золота. Как, собственно, будут обстоят дела дальше, здесь нужно обязательно следить за поведением нефтяного актива. Но прежде давайте подведем итоги прошлой торговой сессии и посмотрим, что мы видели вчера, как по рублю, так и по нефтяному активу. Рубль у нас по итогам вчерашней торговой сессии укреплялся. Это было связано с восстановительной динамикой черного золота. И тут есть несколько новостных поводов. Если обратить внимание на вчерашнюю динамику, это поводы, оказавшие поддержку нефти. В целом, у нас вчера был важный отчет, касающийся запасов нефти в США. И кто-нибудь следил за этим отчетом? Да. По факту мы увидели, что запасы увеличились или уменьшились? Увеличились. На сколько? На 5 миллионов. А прогноз какой был? 2,6 миллионов. Ну да, прогноз был в два раза меньше. Поэтому 15-я неделя подряд – это неделя роста запасов нефти в США. Что касается общей емкости в Кушинге, то снова мы приблизились к показателю практически к 485-490 миллионов баррелей. В принципе, во вторник частное энергетическое агентство АПИ также подтвердило рост запасов. В этот раз их фактический показатель полностью совпал с оценкой от Минэнерго США. Они также констатировали увеличение запасов на 5 миллионов баррелей. При этом запасы увеличились, мы снова обозначили очевидный контраст спроса и предложения, но как отреагировала нефть? Нефть показала по итогам дня бычью свечу и, скажем, отметилась рост. Другой новостной повод – это ближневосточная ситуация и сообщение Саудовской Аравии о том, что они прекращают полномасштабную военную операцию в Йемене и прекращают бомбардировки шиитских хуситов. Слышали про эту новость? Поэтому вопрос на засыпку. Раз ближневосточный конфликт практически по заявлениям представителей Саудовской Аравии сошел на нет, это позитивный фактор или негативный фактор для нефти? Все верно, потому что сам факт ближневосточного конфликта – это как раз то, что и формировало премию на риск, в частности, касательно нефтяного ресурса, потому что мы обозначали с вами, если ситуация выйдет из-под контроля, затянется, это приведет к блокированию Персидского залива, и значит нефтетанкеры не смогут доставить необходимый объем энергетического ресурса через светский канал к газопроводу, нефтепроводу самым. Получается, что сейчас факт того, что конфликт сошел на нет, а значит снова раскупорены, разблокированы все порты Соединенные Штаты Америки, кстати сообщили также, что будут обеспечивать дополнительную безопасность выхода в Красное море и к Суэцкому каналу. Поэтому сейчас поставки снова вернутся к прежним объемам, значит этого геополитического риска для нефти нет, и, казалось бы, разве это не всеобъемлющий фундаментальный макроэкономический фонд, который должен был бы еще больше указать на возможность коррекции черного золота? Я думаю, что здесь ответ напрашивается сам собой. Конечно же, у нас много фундаментальных причин сейчас касательно как раз и запасов нефти в США, и вот ситуации на Ближнем Востоке. И все эти факторы указывают на возможности возвращения черного золота как минимум к уровню 60, а может быть даже и ниже. Текущая актуальная котировка, ребят, с открытия сегодняшней торговой сессии, то есть у нас уже минус, коррекция незначительная, но, в принципе, мы с вами еще в начале недели обозначили то, что сейчас, как и в последние несколько месяцев, фундаментальная картина предполагает коррекцию черного золота, поскольку сейчас у нас уже убран фактор ближневосточного конфликта, его уже нельзя будет подтянуть за уши в плане оптимизма для нефти. Поэтому мы избавились от этого фактора локальной поддержки и еще больше укрепились в том, что наша инвестиционная идея, предполагающая возобновление прежней нисходящей тенденции по нефти и WGI и Brent, будет оправдана в самое ближайшее время. Уверен, что сегодняшняя торговая сессия, впрочем, как и в принципе торговая пятидневка, будет закрыта нефтью ниже уровня 62, то есть в красной зоне. Что касается рубля, понятно, что раз нефть вчера подросла, рубль воспользовался этой локальной поддержкой, немного укрепился против основных конкурентов. Другие факторы поддержки. Вы знаете, что приближается налоговый период, ключевые налоги и обязательства российского корпоративного сектора будут исполнены в понедельник и вторник. Можно сказать, что с этой точки зрения сейчас оказывается поддержка на рубль, поскольку экспортеры начинают активно скупать валюту, то есть продавать валюту и покупать рубль для того, чтобы исполнить обязательства перед налоговым бюджетом, перед государством России. Поэтому, если кто-то повременил с покупкой доллара, текущий период можно использовать в формате локального затишья, а понедельник и вторник – это, скажем, последние отправные точки для очень интересного решения в плане покупки американской валюты. Потому что после понедельника и вторника останется еще меньше дней до заседания Центрального банка России, а значит и до возможного решения о снижении ставки рефинансирования. И мы обозначили это в качестве еще одного фактора негатива для рубля. Поэтому сейчас продолжаем смотреть на возможность возвращения пары доллар-рубль в район 55. Может быть, даже если решение будет интересно, а в плане возможности снижения ставки на два даже процентных пункта, мы увидим уже в самое ближайшее время возвращение российской валюты против американского доллара в район 60. Ясно все? Так, идем дальше. Что касается европейского актива. Вчерашняя торговая сессия мы видели, как, в принципе, тоже не отличилась особенно выраженной динамикой, хотя волатильности в рамках дня была. Но цена закрытия практически была обозначена на том же самом уровне, как и, скажем, цена открытия понедельника. Однако, если посмотреть на сегодняшнюю торговую сессию, евро продолжает активно корректироваться, да и, в принципе, можно проследить всю динамику недели, то, что есть серьезные фундаментальные причины для коррекции, и то, когда евро, скажем, отыграет эту причину, был вопрос времени. Греция, тема номер один. Снова есть дополнительные комментарии. В частности, вчера активное ослабление европейской валюты ближе ко второй половине дня было обусловлено сообщением Европейского центрального банка о том, что они увеличивают программу поддержки в рамках, скажем, мер по предоставлению ликвидности для греческой банковской системы. На самом деле, этот фактор должен был бы оказать поддержку главному валютному риску, поскольку все-таки Греция может, по идее, надеяться на дополнительный приток ликвидности со стороны Европейского центрального банка. Но инвесторов и трейдеров насторожил тот факт, что эта позиция, это заявление со стороны ЕЦБ абсолютно не вяжется с прошлыми комментариями, которые также ЕЦБ дал в начале этой недели. И напомню, что эти комментарии касались того, что в случае отсутствия пакета реформ они могут напрочь отрезать программу поддержки экстренного кредитования греческо-финансовой системы, что, в принципе, стало причиной легкой паники, особенно на фондовом рынке греческого формата. Теперь получается, что программа увеличена, но я не думаю, что стоит использовать, то есть расценивать этот жест доброй воли как фактор стратегической поддержки для главного валютного риска. Нет, все-таки до сих пор Греция не предоставила пакет реформ, значит, до сих пор серьезные проблемы с ликвидностью, серьезные проблемы с задолженностью. Ближайшая ключевая дата – это заседание Еврогруппы. Конец этой недели, то есть завтрашняя торговая сессия 24 апреля. И уже многие инвестиционные банки сходятся во мнении, что прогресс будет абсолютно нулевой по факту этого заседания. Поскольку пакета реформ нет, мы вчера с вами подробно остановились на этой ситуации, проанализировав возможные реформы и то, как они вообще расходятся с политическим курсом партии Ассерезы. Поэтому уверен, что пакет реформ они так и не предоставят. Пятничное обсуждение будет касаться лишь еще одних призывов к греческому правительству о том, что необходимо предпринимать самостоятельные шаги для исправления ситуации и необходимо, скажем, повышать доверие к национальной экономике как со стороны населения, так и со стороны тройки международных кредиторов, то есть со стороны ЕЦБ, Европейской комиссии и Международного валютного фонда. Поэтому возможность предоставления пакета реформ и ожидание того, произойдет ли это вообще или нет, плавно уходит, уверен, на май. Ближайший срок серьезного долгового обязательства, большого, это 12 мая. Я думаю, что как раз в лучшем случае к этому периоду мы и увидим, опять же повторюсь, в лучшем случае некоторое подобие пакета реформ. Поэтому у нас прибавляется автоматом еще пару недель серьезных геополитических рисков для европейского актива, а значит для возможности сохранения коротких сделок по паре евро-доллар. Текущая актуальная котировка по евро-баксу на каком уровне? 83, 73 уже. Поэтому у нас еще два дня, чтобы достигнуть нашей цели, которую мы поставили, это 1,06. Но учитывая то, что за последние три часа пара потеряла уже 40-45 пунктов, я думаю, что может быть этот уровень даже будет достигнут в рамках и сегодняшней торговой сессии. Что касается пары доллара-японской иены, американец продолжает двигаться в район 120. Движения не совсем заметные, поскольку в лучшем случае за первые три торговой сессии американец прибавлял по несколько пунктов в прямом смысле против японского конкурента. А в целом, что оказывает поддержку доллару сейчас? Это, опять же, расхождение монетарной политики, очевидный контраст режимов спроса на доллар по причине в том числе и неопределенности в Греции, а также дополнительные комментарии, которые поступают практически каждый день со стороны представителей Федеральной резервной системы. Вот и вчера выступил Розенгрен, это один из представителей ФРС, отметивший, что в ближайшее время, если уж и не делать ставку на объективное и продолжение активного восстановления американской экономики, можно сделать ставку на то, что десятилетние облигации продолжат активно расти. И вы знаете логику для рынка, если растут американские долговые бумаги, как это влияет на американскую валюту? Растет или курс, или снижается? Курс увеличивается, потому что растет привлекательность активов, номинированных как раз в американской валюте. Долговой рынок – вечная тема, которая для многих трейдеров, обращающих внимание на фундаментальные анализы, является, может быть, даже одним из ключевых параметров анализа, поскольку долговой рынок обычно и предшествует важным фундаментальным событиям, и еще, скажем, закладывает много оснований для анализа после того, как эти события оказываются в прошлом. В любом случае, сейчас мы продолжаем делать ставку на восстановление доллара, 120 уже не за горами, и уже через неделю нас ждет очередной важный отчет из США – это данные по Non-Farm Perils. После прошлых провальных отчетов посмотрим, как дела обстоят сейчас. Если отчет будет хороший, значит, уверен, 80%. То есть, подавляющее большинство трейдеров снова вернется к прежней теме, обрисовывающей возможности бычьего ралли по доллару, поскольку снова будут усиленные спекуляции на тему повышения процентной ставки. Вчера у нас в ходе брифинга был хороший вопрос о перспективах швейцарского франка против доллара. Помните этот вопрос? Откройте графики. USD-Chip скакнуло на 150 пунктов практически вчера за одну торговую сессию. Сейчас до паритета остается меньше, чем вчера, скажем так. Продолжаем двигаться в направлении значения 1 против американского доллара. И что же послужило вчера причиной всплеска интереса к доллару и соответствующего негатива по швейцарскому франку? Вчера Национальный банк Швейцарии опубликовал статистику, по которой можно сделать простой вывод о том, что за последние несколько месяцев было существенно зафиксировано снижение притока вкладов на депозиты в швейцарские банки. То есть это как раз то, и чего хотел добиться Национальный банк Швейцарии, вводя отрицательную процентную ставку по депозитам, поскольку они хотят сломать интерес к франку, сломать статус защитного актива швейцарского франка, потому что дорогой франк в условиях текущего взаимоотношения с Европейским Союзом, на который приходится 60% всего экспорта, абсолютно им не нужен и создает угрозу для национальных производителей. Поэтому они снизили процентную ставку до минус 0,75%, параллельно с решением об отмене привязки против евро и планки 1,2. И также, если отмотать время на месяц назад, и снова обратиться к прошлым комментариям со стороны Национального банка Швейцарии, они констатировали, что если приток средств в депозиты не уменьшится, процентная ставка по депозитам может быть снижена еще сильнее, с минус 0,75% до минус 1,5%. Мы видим, что сейчас в этом нет необходимости, поскольку депозиты уже не пользуются спросом, ведь для того, чтобы держать деньги на счетах швейцарских банков, приходится оплатить 75 байсных пунктов. Инвесторы ищут другие рынки, где, по крайней мере, не дерут такой ставку. Поэтому USD-CIMP у нас среднесрочная и долгосрочная, даже среднесрочная более актуальная идея на возвращение в район паритета, и все зависит от того, как быстро мы протестируем этот уровень, потом будем ставить уже другие цели. Аут-НЗД, также пара, на которую мы обращаем внимание очень давно, сейчас снова Аут-НЗД отскочила выше уровня 1,02%. Это было связано с интересом к австралийскому доллару, потому что были опубликованы данные по инфляции, по факту мы увидели снижение показателя до 0,2%, но прогноз был гораздо сильнее. И инвесторы сочли в этом отчете, точнее сделали вывод по этому отчету, что раз инфляция испытывает не такое серьезное давление, как предполагалось, значит, может быть, не стоит надеяться на то, что этот показатель идет в отрицательную зону, а может быть, даже стоит обозначить возможности восстановления показателя, ну или, по крайней мере, движения в район 0,5%. Это несколько разница с идеей возможности снижения процентной ставки, поэтому в локальном мы увидели спрос на австралийца, если посмотреть на динамику Аут-ЮСД, вы сможете заметить, как пара прибавила больше фигуры за одну торговую сессию и по факту публикации этого отчета. Но, опять же, сейчас, говоря про перспективу Аут-НЗД, здесь все-таки контраст ощутим еще с новозеландским долларом, и если по новозеландской экономике мы ждем снижения процентной ставки, пока что не споро, то по австралийцу здесь более приближенные ожидания, может быть, даже уже следующее заседание Резервного банка Австралии, то есть майские протоколы и, возможно, снижение процентной ставки. Поэтому Аут-НЗД – это снова тот актив, на который нужно обратить внимание и поставить в качестве ближайшей цели движение в район паритета. Еще пару слов про фунт. Вчера, как и ожидалось, стал героем фундаментального дня. Мы дождались оценки монетарного руководства о возможностях и перспективах коррекции процентной ставки. Члены, 9 членов, голосующих банк Англии, проголосовало. Большинство, точнее, не большинство, а все против ужесточения монетарной политики, потому что представляют угрозу для экономики низкой инфляции вполне возможно, что эта инфляция окажется даже в отрицательной зоне. Я хочу обратить ваше внимание, что эти формулировки были сделаны непосредственно руководством Банка Англии. Это не выводы, которые пришли экономисты по факту этого протокола. Это непосредственные заявления голосующих членов Банка Англии. И поскольку они явно указали на то, что сейчас нет оснований для повышения процентной ставки, а возможность даже есть для их оснижения, это должно было выступить очень серьезным фактором для разгрузки британской валюты. Но вчера мы увидели абсолютно обратную динамику. Она полностью расходилась с фундаментальной картиной. Я думаю, что вчерашнее восходящее движение и бычья свеча очень быстро, уже в рамках даже сегодняшней торговой сессии, может быть переклифицирована в медвежий локальный тренд. И это создаст условия для возвращения к нашей среднесрочной идее, находящейся на уровне 1,45. И эту идею мы продублировали от инвестиционных банков, прежде всего, БНП «Париба» и «Морганстейл». Ясно? Вопрос есть? Большое спасибо за внимание. Ждем вопросов на нашем официальном канале «Амаркетс». Подписывайтесь и оставляйте их под видео окном. Всего доброго. До свидания.